Андрей Федоров, исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Локомотив». Пожалуйста, Ваши комментарии по матчу. Считаем, что первый тайм мы начали очень скромно. Дерби так не играются. И впервые так состоялся разговор, и на второй тайм уже вышли с другим настроем. И самое главное, мне кажется, что чуть более раскованно. Это касалось и работы с мячом, и более агрессивно стали играть именно в подборе мяча. И это и принесло плоды той игры, которую мы показали во втором тайме. Пожалуйста, вопрос. Добрый вечер, Сободаш Владимир, Московская правда. Простите, но вопрос будет очень жесткий, наверное. А почему нельзя в первом тайме так играть, как во втором? Если брать всю тренировочную неделю, к такому началу первого тайма ничего не предвещало. И все, кто были здоровы и готовились к этой игре, было очень огромное желание. Даже у травмированных ребят все рвались в бой. С чем это связано, конечно, мы будем внутри разбираться. Добрый вечер, Косяков Александр. Вы понимаете, какое вы сегодня сделали дело во втором тайме? Вы подарили надежду всем фанатам и болельщикам локомотива на то, что локомотив дальше выйдет из этой ямы. Вы это поняли или нет? Ну, может, не до конца осознал, но я думаю, что в игре и с ЦСКА, и с Уралом мы где-то тоже показывали хорошие ноты игры. И показывали, что локомотив, как говорят, восстанет из пепла. Артем Трентьев, сайт Матч ТВ. Два небольших вопроса. Первый. В концовке матча Промес, может, помните, когда уже остались там считанные секунды до конца игры, Промес на фланге стал пританцовывать вокруг мяча. Не разозлил ли это вас лично или, может быть, игроков? Потому что такая легкая издевка, как будто показалось, со стороны. И второй вопрос по поводу вашего будущего. Вероятно, скоро будет назначен объявлен новый главный тренер. Вы остаетесь в штабе? Как-то с вами были на эту тему разговоры? Ну, поведение Промеса, это как я к этому отнесся, я оставлю при себе. А его это поведение. Раз он себе позволил это делать, значит, где-то наша тоже есть вина в этом. А в мое будущее, я думаю, что вы узнаете из прессы, но пока мы наш тренерский штаб, сейчас у нас два выходных, и после выходных мы продолжаем готовить команду кубковой игре. Андрей Витальевич, спасибо за второй тайм. Я все-таки позволю прервать эмоциональные вопросы коллег и об игре поговорить. Почему Диму Баринова не сразу после перерыва поставили в полузащиту, а все-таки дали какую-то возможность еще ему поиграть на месте центрального защитника? У нас дефицит в этой зоне игроков, и поэтому ждали до последнего, видите, вынужденной замены, и потом уже только мы его выдвинули вперед. Ну, к сожалению, чего мы боялись, вот даже эту игру решили поберечь и двое, но так ситуация складывалась, что уже шли ва-банк. Ну, к сожалению, я думаю, сейчас, конечно, покажет результаты обследования, может быть, мы его потеряли на вот две кубковой игры, поэтому были-были кадровые проблемы. Очень многие тренировались всего в общей группе два дня. Ну, исходили из того, кто лучше готов сегодня, тот и вышел в стартовом составе.